А мечи, несколько лет бившиеся за свой сквер, не смогли его отстоять. Деревья вырубили для постройки магазина, которых в районе и без того достаточно. Люди обращались и в прокуратуру, и в администрацию, но ничего не помогло. Кто в ответе за вырубку, разбирался наш корреспондент Данила Вожевский. Еще пару лет назад здесь был прекрасный, а главное, единственный в этом микрорайоне сквер с десятками хвойных и лиственных деревьев, морем цветов. А сейчас любимое место отдыха жителей близлежащих домов превратилось в грязный и опасный долгострой. На месте сквера еще два года назад вырыли два котлована, собирались строить магазины. Но местных жителей такие перспективы не устроили. Жители обратились ко мне, что давайте обратимся в полицию, кто вырубает деревья, это незаконно. Мы написали заявление в УВД, нам пришел ответ, что это законно, у этой земли есть арендатор. Это место мы считали сквером, все жители, имени 50-летия Победы. В нашем КТОСе это считалось сквер под названием Флора. На этот сквер выделялись деньги администрации города Омска и обслуживалось за счет администрации города Омска. Амичи говорят, теперь здесь даже детям гулять небезопасно. Ведь игры на стройке оказались для них гораздо интереснее площадки во дворе. Недостроенные фундаменты, наполненные водой от талого снега, выступают в роли бассейнов. А я-то видела, что они плавают. Да вот все подтвердят, что плавают, ребятишки плавают на досках там. Это же вот случай страшный может, говорю, случиться. Один из местных жителей, Виктор Дрюков, не поленился и за два дня собрал более двух тысяч подписей. Взяв с собой 198 листов в поддержку сквера, отправился в Москву, в администрацию президента. Разговаривал с депутатами. Те обещали помочь. Пришел ответ один в один, тот же самый, слово в слово, даже запятые, в тех же местах. То есть это как под копирку, как будто бы на ксеросе откатали. Какой нам ответ дала городская администрация и областная, такой же точно нам ответ пришел из Москвы. Мы в свою очередь тоже отправили запрос, но в городскую администрацию. Из департамента строительства пришел ответ, в котором сказано, что на одном из участков срок действия разрешения на строительство истек 26 февраля этого года. Собственник второго участка и вовсе получил отказ в разрешении на застройку. В итоге бетонные конструкции довести до стадии готовности у подрядчиков теперь вряд ли получится. Но и о восстановлении сквера речи пока не идет. Данила Выжевский, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.